И снова всем здравствуйте, друзья мои! Села я кофе попить, ну и вспомнила же, что нужно мне с вами по душам поговорить за чашечкой кофе, как обычно бывает. И вы знаете, я вспомнила пару очень интересных таких сюжетов из моей жизни. Один из них не такой старый давнишний, а второй, наверное, всё-таки произошёл давненько. Тем не менее, они, в общем, интересные, мне кажется, не потеряли свои актуальности. Они за жизнь нашу, а разговоры за жизнь, они всегда интересны. Я вам в прошлом видео своём показала свой новый имидж. Как я подстриглась, перекрасилась. И, в общем, я довольна. Ну и я так вижу по комментариям, что понравилось и зрителям моим тоже. Но некоторые женщины пишут, что не может быть, чтобы вы выглядели вот так прекрасно в вашем возрасте. Скорее всего, что вы там используете какие-то фильтры или что. Так вот, друзья, я хочу сказать. Вы знаете, здесь всё очень просто. Нужно знать, как фотографироваться. Сейчас при помощи вот этих вот палок селфи, я, например, использую палку селфи, когда я фотографирую сама себя, и я обязательно ищу специальный ракурс. Вот я хожу по комнате, поворачиваюсь во все стороны, и вижу, где наиболее лучший ракурс, наиболее лучше я выгляжу, потому что я же сразу могу видеть и лицо своё тоже. И поэтому вот так и получается. Некоторые фотографии выходят не очень удачными, несмотря ни на что, а некоторые, знаете, вот неожиданно просто великолепные. Как, например, вот эта фотография. Я её просто обожаю. Она сделана 4 года назад. И вот вы знаете, что я подумала и вспомнила? Конечно же, для нас, для женщин в любом возрасте очень важную роль играет наша внешность. Как мы выглядим, мы так себя и ощущаем. Конечно же, хочется выглядеть лучше, хочется выглядеть помоложе, посимпатичнее. В любом возрасте быть женственной, в любом возрасте не забывать ухаживать за собой. Я вот, кстати, вспомнила, в связи с этим была у меня такая одна история. Мне кажется, я вам её ещё не рассказывала. И она, наверное, заслуживает того, чтобы вы её послушали. Это было несколько лет назад, по-моему, в 2018 году, когда мы встречались с Мартином. И когда у нас был разгар наших отношений, мы встречались каждый день. И просто, вы знаете, я была счастлива. И вот однажды мы договорились, что за мной заедет Мартин, по-моему, в один из уикендов. Хорошая погода, тоже летом. Он за мной заехал. Я уселась с ним рядом на первое сидение. Мы отъехали. Он мне кучу комплиментов сделал. Я, довольная, счастливая, сижу, как обычно. Настроение прекрасное. Разговариваем, держимся за руку. Хи-хи-ха-ха. И вдруг, неожиданно, мой взгляд упал на зеркало сбоку, на зеркало на машине. Окно открыто, и я увидела себя в этом зеркале. Друзья мои, и, конечно же, солнце светит, и ракурс неудачный, как-то снизу, и зеркало автомобильное, по-моему, какое-то, знаете, искажающее, как будто в самовар я смотрюсь. И я вижу себя. Какая я страшная. Какая я толстая. Какая я вся в морщинах. И подбородок второй висит у меня. И все тут невозможно. Я думаю, боже мой, я замолчала. У меня моментально испортилось настроение. Вот даже не представляю. Ну вот в один момент было прекрасное настроение, и вдруг ба-бах, мне как мешком по голове. И я замолкала на полусловии. Ну, Мартин едет, как ни в чем не бывало, разговаривает, продолжает. У него прекрасное настроение. И вдруг он замечает что-то не то. А я сижу, молчу, как будто я проглотила аршин. Нахохленная такая. И он спрашивает, что случилось? Что случилось, Галина? Что произошло? А я ничего не могу сказать. Я даже уже не могу ничего сделать с собой. Я чувствую, что у меня настроение просто рухнуло, испортилось. Я сижу и думаю, что я тут из себя тут что-то еще строю, что-то хихикаю. Боже, кому я такая страшная нужна? Как вообще такое? И у меня начинается самоедство. Вот это вот критика-самокритика. И у меня пропало на целый день настроение. Конечно же, Мартин ничего не понял. Конечно же, я ему ничего не объяснила. Но день и наша встреча, она была испорчена просто совершенно. Ну, по крайней мере, для меня. Я, конечно, попыталась взять себя в руки. Я начала опять делать вид, что мне интересно и весело. Но все пошло не так, как хотелось. И вот, вы знаете, потом уже, анализируя эту ситуацию, спустя какое-то время, я подумала, вот произошло вот так, да? Я увидела себя не в лучшем свете. Но на самом деле, ведь ничего не изменилось. Ведь Мартин, по идее, он, наверное, уже тоже видел меня во всех ракурсах и знает, какая я. И он, тем не менее, продолжает со мной с такой общаться. Значит, я ему нравлюсь. Что случилось с моим настроением? Почему я так отреагировала? Я вот даже до сих пор не могу дать себе ответа. Но просто я так подумала, что для женщин, наверное, все-таки внешность, что ни говори, но она играет значение, как ты выглядишь. И уже точно так же ты себя и ощущаешь. Вот я к чему рассказала эту историю. К тому, что на ровном месте бывает одна вот такая вот неудачная фотография. Она может испортить настроение, а может быть даже и не только настроение, но и дальнейшее ваше поведение с окружающими. Поэтому с некоторых пор я делаю только хорошие фотографии. Я оставляю только красивые и только удачные фотографии. Может быть, это не столь и важно, но все-таки мне приятнее смотреть на себя, когда я выгляжу прекрасно. И пусть из-за какой-то ерунды не портится настроение. Ну, а если у меня получается фотография совсем неудачная, я, конечно же, ее сразу удаляю. Не знаю, друзья, может быть, это только у меня такие комплексы по поводу внешности, но я поделилась тем, что было конкретно. И вот этот вот случай, он мне запомнился, как может ерунда испортить не только вечер, но и, возможно, все последующие отношения. Сегодня у меня очередная встреча с прекрасным мужчиной вот в этом замечательном пабе на берегу реки. И меня тут спрашивают некоторые, чтобы я хоть чуть-чуть показывала тех мужчин, с которыми я встречаюсь. Вот он сидит впереди. Он даже с удовольствием позировал на камеру мне, когда я его попросила. Он пригласил меня на ужин в ресторан. Очень долго заказывал столик за два дня заранее. Очень хотел, понравилось, чтобы мне все. Ну вот, привез меня сюда на своей машине. Вы знаете, я в этом месте никогда не была. Вот я показываю вам вид на реку Медина. Это большая река на острове Уайт. Ну, такой очень даже обычный паб, но популярный у англичан. Что касается этого мужчины, я вам сейчас расскажу. Это даже опять очень интересная история, вы знаете. Она началась не вчера и даже не неделю назад. А ровно год назад мы познакомились в мае месяце с этим мужчиной. Ему 63 года, и он разведенный уже более 20 лет. У него двое сыновей. Он живет на острове Уайт. Он живет в Райде. В том же городе, в котором живу я. И когда первый раз мы с ним на сайте знакомств нашли друг друга, сразу же стали переписываться, потому что на острове, понимаете, тут все очень быстро можно организовать встречу. Он пригласил меня на кофе. Мы с ним посидели в одном пабе на следующий день. Поехали в другой паб, там посидели за чашечкой кофе, даже, по-моему, выпили немного вина. Ну, вы знаете, я, по-моему, даже вам про него рассказывала. Он имеет очень хорошую специальность на острове Уайт, очень популярную. Он сам делает яхты. Это, знаете, редкость такая. У него масса заказов. Но он говорит, что уже большие яхты он не делает. Ему трудно с возрастом. А вот маленькие какие-то такие парусные лодки он на заказ делает и сейчас. Так вот, когда мы с ним год назад встретились первый раз, вроде бы как-то и ничего, но я не могу сказать, что он мне уж так уж сильно понравился. Я вам рассказывала, как еще до этого мы с ним уже однажды познакомились на танцах в пабе. Более, наверное, пяти лет назад он говорит, да-да-да, я тебя помню. Я подошел, пригласил тебя танцевать, а ты мне состроила такую гримасу, фыркнула и отвернулась. Мы еще по этому поводу посмеялись. Но я, в общем-то, вспомнила, почему я фыркнула и отвернулась, потому что он очень невысокого роста. Он сидел в большой компании мужчин, таких шумных, знаете, они пили чересчур много пива, хохотали, громко общались. Я это помню прекрасно. Ну, как говорится, герой не моего романа. Вот. Ну и потом как-то что-то у нас не заладилось, я даже не помню. Он еще несколько раз делал попытки меня куда-то пригласить, но я его заблокировала и больше с ним с тех пор не общалась. И вдруг вот он мне снова написал на сайте знакомств, и он написал, какой великолепный у тебя новый имидж. Я разместила свою вот эту фотографию рыжеволосую. Он написал, что ты похожа на мою любимую красную белочку. Вот. И вы знаете, если бы я сразу поняла, что это именно тот мужчина, возможно, я бы не стала ему отвечать. А я что-то как-то подумала, что это совсем другой мужчина. Он тоже там сменил свои фотографии. Ну и вот. А потом, когда я уже начала с ним опять переписываться и поняла, что это тот же самый мужчина Симон, Симон его зовут, то уже как бы сказать, что назад поворачивать было поздно. Я ему объяснила, что я удивлена, зачем он снова мне пишет, мы вроде все выяснили. Он сказал, нет, мы не все выяснили, просто мы встретились, наверное, не в очень хорошее время. У меня была депрессия в то время, у меня были проблемы с сыном, у меня умерла моя любимая тетя. В общем, все навалилось на меня в одночасье. Я был в плохом настроении, возможно, из-за этого. А вообще-то я мечтаю, тебе понравится, я постараюсь сделать все. Дай мне второй шанс себя проявить. Я тебя еще не раз удивлю. Но если так говорят, то почему бы и нет, как говорится. Хотя, вот вы знаете, история такая интересная. И обычно не советуют возвращаться обратно к каким-то былым знакомствам. Но я не могу сказать, что у нас было знакомство такое уже совсем серьезное, которое далеко зашло. Нет, оно было поверхностным. И вполне возможно, что я составила неправильное впечатление об этом мужчине. Поэтому я согласилась на его новое приглашение на свидание. Ну и надо сказать, что, конечно же, он очень старался. Он просто пытался завоевать мое расположение, мое внимание. Он даже несколько фраз мне сказал на ломаном, ломаном русском языке. Понятно, что человек, как-то, знаете, старается действительно серьезно. Но кто его знает, что будет дальше. Вот сейчас он мне пишет, что он хочет еще мне сделать сюрприз. Он хочет меня очень удивить. Он знает, что я люблю красивые места на острове Уайт. И он хочет меня пригласить в эти выходные, поехать с ним куда-то, 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 где-то что-то он там нашел для меня специфическое и интересное. Я обещаю вам, что я возьму с собой камеру. И я обязательно сделаю видео для вас также. Надеюсь, что действительно что-то интересное он мне покажет. Поживем, увидим, как говорится. Ну и последнее, что я хочу вам рассказать, это то, что сегодня я еду смотреть несколько квартир. Видите, у меня тут очень активное время со всех сторон покатило, как говорится. Если желаете, я вам покажу эти квартиры, как они выглядят, сколько они стоят. И свою квартиру я тоже со следующей недели выставляю на продажу. Об этом вам подробнее расскажу в моем следующем видео. А сегодня у меня для вас все, друзья. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим видео, если вам понравилось. Напишите ваш комментарий, что вы думаете по поводу вышесказанного. Желаю вам всего хорошего, всего доброго. Пожалуйста, берегите себя в это трудное время. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok